окей для тех кто слушает нас смотрит слушает на записи мы начинаем новую статью это одна из статей к недельному разделу ног ну соответственно идем по книге комментарии к книге сейчас уже брюши окей ну хорошо тогда начнем давай давай так название земля ну как переводит обычно грабежом вот это вот слово сложное а может испорчено она означает испорченность но как прочитать я мушкет называется значит фарашат в ног описывает такими грубыми словами ну как бы по дамутону образ как бы как это образ испорченности или путь испорченности поколения потопа да и вот собственно собственно цитата сейчас только секундочку секундочку дополнение слова мушкат в современном иврите это в основном это коррупция то есть когда говорятся когда говорятся то есть здесь мушкет это имеет действительно что-то по-русски извращенное но на в современном иврите слово извращенное это пожалуй по-другому мушкат к сожалению она очень на как бы слуху потому что бесконечно все время всякие коррупции пятое-десятое но вот шхетут это то что называется коррупция интересно что кто-то какой-то мне тоже я не понимаю почему от все от этого слова кстати я не знаю это или так неважно мушката помни мушката это что-то типа эсминцы или что-то такое но это неважно но в общем вот про коррупцию это по-моему важно современные иврите это коррупция а здесь здесь он конечно использует что смысле извращенное действительно ага так и у собственно цитата в тишахет арац лифней айлоким ватималэ арыт хамас извратилась земля перед всевышним и наполнила земля вот этим самым хамасом так а ведь туй секундочку одну секундочку да хотя вот здесь уже даже концептуально правильно не очень понятно почему потому что если это сказано образно всё наполнила земля хамасом ну как бы земля не на мороз хамасом как бы люди напомнились хамасом но как бы здесь уже вот с самого начала есть какое-то такое странное чувство то есть можно это проглотить как бы образно сказано да вся земля там она полна слухами ли что-то типа этого но вообще поскольку мы как бы нас обостренное чувство да и мы землю зачастую воспринимаем как это было в семи днях творения, что у него даже свобода выбора есть, то это немножко настораживает, потому что про землю больше земля наполнится. Немножко странно, что в принципе легкие-легкие про людей, там земля действительно имеет какие-то... Ну да-да-да, он дальше тоже будет про это говорить. Ей сказали, произведи там растения какие-то съедобные, она немножко не так поняла, и что-то немножко не то произрастила, потом дальше, это ей говорят, когда там в убийстве... Да-да-да, ну это мы смотрим. Говорят, землянок, ты наказана будешь за то, что она там поглотила, поглотила, скрыла кровь. За это ты тоже извратишь, за это ты тоже там не будешь рождать там чего-то. То есть тут земля, она как активный такой участник. Да-да-да. Ну и как бы если посмотреть, то и наказание тоже. Наказание было не то, что, ну не знаю, какая-то страшная болезнь, или это что-то такое, что как это массовый падеж среди людей, как это называется, я забыл. Эпидемия. Эпидемия, да. Это же как бы могла быть эпидемия, правильно? То есть как бы вся земля остается, а людей нет. А здесь как бы мобуль, который и смывает все с земли тоже. То есть вот тоже в этом что-то есть. Ну хорошо, посмотрим дальше. По-моему, про это тоже будет говорить. Ну хорошо, дальше. Да, так. Аветуй, аришон. В это шахет, те шахет арец. И первое, вот это первое выражение. И извратилась земля. Мешмауто. Келкуль, келкуль. Анармот. Быхоль тхумим. Амур. Амусра. Амусра им, получается. Мусары, мусара им, да. Мусара им, морально, получается. Значит, смысл его, мешмауто, смысл его. Келкуль, ну келкуль, это тоже какая-то порча и порченность. А норму нормальность. Да, ну в общем-то нарушение. Келкуль, в современном, вы видите, что-то такое. Анармот говорит, что у него холодильник используется, то он говорит такое же слово. Келкуль. Да, келкуль, а нормот. Ну нормот, это ну как слово нормот. Даже я думаю, что это норма. Нормот, это норма. Это так оно и есть. Нормальная порча или порча. Нет, норма, это норма поведения. А, вот так вот. Нормот быхоль в каждой области, быхоль тхумим, в каждой области мусара им, то есть мы как бы моральные, да, мусар моральный. Нравственных я написал. Правильно, нравственные. В каждой нравственной области веби фрат бетхум, а мусар, а мини. Особенно, в частности, в области морали, как бы видовой морали, Не, 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 не. Подожди, мини это сексуальная премьера, в области сексуальных молок. А, вот так вот. Да, конечно. Я думаю, что мини в современном мире тоже. Они же скрещивались там, как попало друг с другом. Так, сейчас он будет объяснять это, да? Кадиврей Аль-Гмара, Мемасехи Санхедрин, как говорит Гмара в трактате Санхедрин. И вот цитата. Так сказать. Меламет ше Хирвиу. Ирбиу, я думаю. Ирбиу. Ирбиу. Багима Аль-Хия. Багима Аль-Багима. Багима, то есть как бы... Хая, Аль-Хая. Хая, то есть спаривался скот с животными. Ну, спаривали. Я думаю, это Ефиль, поэтому спаривали. Да? Они. А, то есть они... Я думаю, что они сами там как-то все друг с другом как попало... Нет, нет, нет. Они сводили специально. А, сводили, сводили животных. Ну, домашних, видимо, животных. Ну, тех с этими, тех с этими, да. Тех с этими, а диких животных с домашними. То есть вообще как им попало. Ну да, и вторая строчка еще хуже, да. Вторая еще хуже. Вы холь аля дам. Гадам аля коль. То есть человек со всеми и все с человеком. Ну да, и всех их с людьми, и людей со всеми. Ими, и людей. Так, понятно, полное безобразие, да. Скотоложество во всех вариантах. Окей? Да, вот так. Так. Ахма пешер. Пешер. Пешер слеха. Пешер, пешер. А витвеши. Но как бы в чем смысл выражения второго слова? Да, правильно. В этималы арыц хамас. И напомнил земля вот этим хамасом. Да. И в чем, что за, какие свойства, качества этого хамаса? Ну да, я написал сущность, да. В чем суть этого самого хамаса? Хамаса, да. Что за хамас, да. Да, хамас. Раши, мы фареш, мы фареш, мы фареш, мы фареш. Мы фареш, мы фареш. Комментируют. Раши комментируют хамас, газаль. Хамас как грабец. Ихагезен. Гезен. Хорошо. Хамас, Гезен. Хамас это грабеж. Вемакком. Ну, Гезен даже, вот я перевел, вот сейчас тут начинаются как бы такие нюансы, правильно? Потому что, ну, дальше будет показано, что Хамас это как бы все, но больше грабеж. А Гезель это воровство. Газлана. Воровство, да. Газлана это грабитель Газлана. А, карманник. Ну, карманник это слово кис. Ну, типа, здесь тоже Гезель, это вообще-то воровство. Он кипит, что Хамас, это как бы типа Гезель, воровство, да. Хорошо. Значит, Хамас воровство. А вы Макома дворим, Абе Масехет, Санхедрин, Шам. Что тут Шэм? Что-то слово Шам, что там? Шам, Шам это там же. Там же, где он. А, там же. То есть вот Кафхенд, Кафхенд. Макома дворим, источник вот этого выражения в трактате Санхедрин, там же. Амар Арады Йоханан, Бо Верау Роу. Бо Вере, иди смотри. Да, Бо Вере, Кама Гадоль, Кахош, Шэр Хамас, иди смотри, как велика сила этого самого Хамаса, Шэгарэй, Дор Амабуль. Что поколение потопа, Авру Аколь, как бы все, получается, исчезло, ушло. Не, 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 не. Посмотри, насколько как бы велика тяжесть греха. А, Авру как греховно, все, Авру как грех. А, грех, ну это же хорошо. Шэрэй, Дор Амабуль, Авру Аколь. Ну вот, значит, что все поколение, ведь поколение потопа, все как бы грешило. Шэрэй, Дор Амабуль, Авру Аколь. Ведь поколение потопа, оно, Авру Аколь, в смысле, ну как бы делали преступления во всех областях. Авру Аколь, здесь, Авру, это авера, преступления. А, авера. Понял, то есть было грешно во всем. Ну да, было грешно во всем, да. Был у них там, алейгем Гэзер Динам, но не как бы подписан был им приговор суда. Приговор суда от шэпшто, как правильно сказать. Пашту, пашту. Пашту, аж шэпшто, едеем, бэгэзер. До тех пор, пока они не протянули руку к вот этому самому грешнику. Пашту, да, 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 да. Ну то есть, как бы, он отвечает, смотри, какой крутой этот Хамас. Потому что это поколение потопа, они как бы делали преступления во всем. Но, как бы, за артингу вынесены, как сказали, именно за Хамаса. И тогда спрашивается вопрос, что такого особенного в Хамасе? Да. Да, в Шенеймар. В Шенеймар, ким мал аарец Хамас, мипнеэм. И наполнилась земля вот этим самым Хамасом из-за них. Ну да. По этой причине. Вы, Хенеймин, а Машхитан, это арец. Вы, и вот, как бы, Хенеймин, вот, развратили, развратили они землю. Или развратили... Ибо наполнилась земля Хамасом, то есть воровством грабежом из-за них. И вот я всегда их землю, да. А, вот, я их уничтожаю, их сгоняю, в общем, из земли их сгоняю. То есть вот здесь вот видно, здесь видно, что Хамас, и дальше вот Ханампара будет объяснять, что это некоторое общее выражение. Я помню, я там много всего интересного. Да-да-да, много-много-много всего. И вот тут тоже вот это вот то, что аарец, аарец видно, да. То есть из-за них наполнилась земля, и поэтому-поэтому я истребляю их с земли. Вот то, что земля-земля, то есть земля наполнилась из-за них. Окей? Хорошо, хорошо. Ах, эдайн, ешь теуд, да, как это правильно читает, теуд, да, теуд, как слово удивление. Литгод, литгод. А, литгод, литгод. И все, но все еще остается как бы вопрос. Ну да, литгод это вот то, что у нас было пришить тоу-ваву. Видоумение, что ли, удивление? Нет, литгод это тоже тоу-ваву. То есть это такой вид изумления, но тем не менее вызывает удивление. Но плея это удивление, да, а вот ты и я, отец Литгод, это даже больше. Это вообще изумление. То есть это более сильный вид удивления. Ага. Мы говорили про тоу-ваву, когда человек смотрит на что-то непонятное и говорит вау. Ага, сейчас я запишусь. Хорошо. Плея, значит, вы тоже удивление. Так, Бэма, Заха, 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 Исур, Гезель, Шэбэйто. Бэйтаф, я думаю, из-за него. Из-за него по причине. Я посмотрела, что... Ну да, по причине, да, да, да. По причине них там Гзарадин. То есть Заха, то есть в чем, как бы, заслуга получилась. Ну да, он поэтому и поставил в кавычки, как бы, за что удостоился. Да, за Исур, запрет, вот этот запрет воровства, по причине которого был предподписан им, так сказать, приговор. Выйти им хатаим ахарим. Хатаим только, Саликан. Хатаим ахарим к долим. Ну, имену – это мимену. Ну, это чуть-чуть более высокий стиль. Сейчас так не говорят. Мимену. Нет, не было более, так сказать, других, более больших греков. Ну да, да. А почему именно хамаски? Да, а что нету более крутых про их, там, и голопоклонство, и кровопролитие, и еще что-то. Почему именно хамас? Он сейчас начнет, он расскажет, да, почему не хамас. Мы хамас катан, лэ хамас гадульк. От малого… Как раз на тему дня, да, от маленького хамаса к хамасу большому. Так. Так. Арамхаль. Бамесилат и Шарим. Бэ партий. Бэ пиртей, я думаю. Бэ пиртей. Бэ пиртей медат анакиут. Это так называется раздел книги. Я поняла, да. Арамхаль в книге Месилат и Шарим в главе, видимо. Медат – это качество, а на кьют – это… Я написал так. Подробно о честном поведении. А, ну, о правильном поведении. Кьют – это как чистота получается, как порядок. Наверное, правильном, да, честном поведении. Так. Например, никоем едаем, никоем едаем. Это не чистота рук в смысле гиена. Буквально, буквально. Не еда, если человек взятки не берет. Понятно, что у нас тут. Это переносный смысл. Меви – это мемрат хохамим. Мемрат – это как имра, это выражение. Из речения, да. Приводят слова мудрецов хохамим лафиа. В соответствии… Или, ну, как это… В соответствии с которой, да. На эту, видимо, как на эту тему. В соответствии как с которым. Лонихтам гэзер дино. Гзар дино. Гзар дино. Потому что это смехут, правильно? Поэтому гэзер переходит к гзар. Хорошо. Лонихтам гзар дино. Шэль дора мабуль. Элэ аль. Элэ, да. Элэ аль гэзер. Что не был подписан приговор вот этому поколению потопа. Кроме как, кроме как за вот этот… А именно за это, да. А именно за вот это боровство. Так, торах. Турех. Это торех. Это просто поэль. Это просто обычный глагол в форме поэль. Он… Турех. Турех означает… Нефред, подожди-ка. Я посмотрела, что это какой-то образ или что-то такое. И нет, торех – это утруждаться. В смысле утруждает себя, показывает. И делает усилия, правильно. И он пытается показать, как… Как, сейчас скажу. Нефресет, нефресет, нефресет. Как протянули… Как это? Прости. Нефресет, я думаю. Нефресет. Метсудатого. Насколько протяжимо, что ли, вот так вот… Нарушение этого совета распространяется на… Метсудатошель и сурзель. Ну да, метсудато, я думаю, от слова цаят. От слова ловить. Слово цаэт, я думаю. Ну, в общем, идея такая. Это просто немножко такой высокий стиль, может, телерамхаля. Поэтому это не очень, как бы, понятно, как бы, для современного элита. Но я думаю, идея такая, насколько действительно нарушение этого запыта распространяется на… На все области жизни. Так, вот это слово я не… А, шебеш. Мешбешет. Мешабеш. Мешабеш. Мешабеш – это тоже какой-то… Это пиель. Да. Лешабеш и бушет – вполне нормальное слово в суренуите. А именно, ну, я тут перевел портит, но вообще в современном элита и шебеш – это что-то делать, ну, как бы, даже не то, чтобы усложнять, а, как это по-русски сказать, помехи. Помехи. Вот шебушим – это помехи. Ну, в данном случае, в смысле, что в данном случае портит. Портит, так, мешабешет – это… Миркам, да. Но это тоже современное выражение. Миркам ахеврате. Общественное, что-то там общественное. Социальную ткань, социальную ткань. А, а то на меня написано, что это, да, что-то тебе зубы. Социальную ткань, да. Текстильного этого самого, что структура или структура. Ну, да, то есть показывает, что это вещь, которая разъедает саму структуру общества. Общественное общество, в общем, да. Да, 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 да. Так. Как Дерек Машаль, подобным образом. Так. Ну, даже не совсем не подобным образом, а в смысле, на примерах. Машаль – это пример. Не пример, как Дерек Машаль. А вот, например, Хусаф, Арамхаль – это Иссур. Только не Хусаф, а Хусеф. Это опять, это поэль. Ну, а раскрывает, раскрывает, раскрывает или раскрывает Рамхаль. Да. Это Иссур, Агезель. Значит, он раскрывает вот этот запрет этого самого главного Рамха. Гезеля, да. Кто-то хочет войти, кто же это? Что-то я не вижу, где это? Не знаю. Ну, как где стучится? Сейчас, секунду, они где-то спрятаны участники. Да. А, Барух. Интересно, кто такой Барух. Ну, хорошо. Барух Хаба. Барух Хаба. Сейчас, секунду, прервемся. Барух, мы вас приветствуем. Барух, если вы хотите читать вместе с нами, то… Да, Барух, вы нас слышите? Ну, да. Но я вообще-то думал, что это еще рокерово Мешково. То есть, я его вижу по компьютеру и хотел… Нет, 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 дорогой, это не Равмешков. Мы читаем на иврике. Если тебя интересует, оставайся. Если хочешь читать с нами, читай. Если хочешь слушать, слушай. Если попал случайно, то, соответственно… Я-то Равмешково слушаю параллельно, так что да. Ну, хорошо. Окей, тогда сделаем. Тогда мы продолжаем свои дороги. Окей. Ну, хорошо. Итак, значит, где мы остановились? А вот это вот, значит, Исура Глизель, Амацуй. Да, Амацуй, да. Амацуй, Амацуй. Вонаут. Да, 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 все правильно, все правильно, все нормально. Да, но-то находится вот эта область. Амацуй, Амацуй, это означает… Наход, находиться или что-то такое, не? Амацуй. И он сам проявляется. Вообще, Амацуй находится. Например, как сказать правильно по-русски про животное, которое, ну, например, не знаю, тушканчик, который сильно распространяется. Как говорят, типичный тушканчик. А, типичный. Ну, Амацуй – это слово лимцо, понимаешь? Поэтому Амацуй, ну, вот есть, например, там, не знаю, какой-нибудь, ну, опять, шуаль Амацуй, например. Это распространенный вид этого, вот этого лисица, например. То есть есть редкий вид, а есть Амацуй. Вот Амацуй, Амацуй – это который нередкий. Хорошо. Значит, вот это самый распространенный обман. Ну, да, 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 да. Именно дело в том, что распространенное. Унаут – это, посмотри, я посмотрела, унаут тоже какой-то обман. А, унаут – это тоже. Унаут – это… Это обман или что-то? Не-не-не-не-не-не, унаут есть, сейчас, сейчас скажу, манипуляции. А, унаут – это манипуляции. Как это, когда человек тебя разводит? Ну, мошенничество. Мошенничество, правильно. То есть, как бы, такая штука, которая, ну, не особенно считается, понимаешь? Ну, он тебя развел. Сказал, вот, пойди туда, или, там, я тебе за это что-то делаю. Ты заплатил, вроде деньги небольшие, на самом деле. Ну, то, что разводом называют на церевном русском языке, правильно? Поэтому пишут. А, унаут – это катанон. Малое, 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 малое мошенничество. Ну, да. И он приводит пример, и, честно говоря, я не очень понял, что это такое. Но это что-то такое юридическое. Какого, например? И пусть хура в пархуса, я вообще не понял, что это такое. Но это что-то типа… Какие-то торговли. Что-то торговли. Это же какие-то вещи. Я написал так. Рамхальд, например, открывается. Сейчас, сейчас. А скоро… Просто… Ну, как я посмотрю, какое-то приукрашивание товара. Ну, может быть… Ну, что-то типа так же. Я написал мелкие хищения, такие, как незаконное присвоение имущества. Это вот что-то типа этого. Я посмотрела, я как поняла, что, допустим, человек какой-нибудь там некачественный… Ну, не будем задерживаться. Не знаю. Видимо, это народы, естественно, не очень. Да. Несутся. Так. О… Азольта? Как это? Удешевление? Ну, заместного золота. Это, я думаю, темпинговые цены. Золота, бодрахим, манипулятивная. Ну, да. То есть, ну, как бы какое-то понижение цен, которые на самом деле… Манипулятивным, понимаешь? То есть, тебе говорят, это будет без НДС, а с другой стороны… То есть, сначала поднимают цены, а потом говорят, это будет без НДС, например. Ну, вот что-то типа этого, да? Ну, вообще всякие такие мелкие эти самые приколы. Нашел. Кам актуален. Ну, он написал кам актуален, насколько это важно. Да, да, да. Вы кэн ах… Эт айсур… А тамон… 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 Тамон прятать… А, богазарь… Который спрятан, но который кроется, кроется… И так же этот запрет, который скрыт в воровстве времени. Ну, да, человек может споровать время. Шерстахир… Шерстахир – это наемный рабочий. Наемный рабочий, да, в Шерстахир, метрашель, метрашель, бемальхуто, как бы небрежен, получается… Ну, да, то есть, например, человек растягивает время, я так думаю, что он… Ну, да, он сидит и тянет время, потому что он не может эффективно работать, и поэтому получается, что он крадет время, на самом деле, да? Гам им каванато, гам им каванато, ле ницель… Ле нацель, ле нацель… Ле нацель, казман аводато, ле асият мецвод… Ну, наверное, это особенно важно, как бы, имеет ли значение… Али нацель – это использовать, получается, использовать рабочее время для исполнения… В заповеди, ну, да, в прохожее время накладывает филин, например, правильно, а говорит человеку, что… Вот я там сидел и занимался работой, а при этом про себя думает, я же как бы заповедь выполнял, понимаешь? Ну, хорошо, что-то типа этого. Ну, понятно, да. Умесаэм эт двора в Бамелим нокавот. Нокавот, нокавот, нокавот. Какими-то дырятами, очень такими пронзительными, как бы, ну, нахуй хватит, какая дырка получается. И он заканчивает словами, свои слова… Нокавот, да. Очень такими пронзительными словами. Да, я написал убедительными, убедительными словами. Да-да, нокавот – это когда человек вот твердо на что-то стоит, то есть не отступается. И это современный еврей, да, им да, но кавот. И когда человеку, например, ему говорят вот так, 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 а ему оппонент говорит, нет, ну, давайте согласимся. Он говорит, нет, я соглашаться не буду. Это так, так, так. Вот это называется нокавот. Так, вот это, видимо, цитата. Омном, клало, шельдевер и… Давар. Нет, слегка, давар. Давар, давар. И действительно, порядок вот этой вот, как бы, вещи… Ну, общий принцип, я бы сказал. Общий принцип этого дела. Как, насколько, как бы, приятно обладание имуществом что-то получаете, но много и препятствий. Ну, смотри, я тебе скажу, как я перевел, смотри, какой красивый перевел. Стремление к обощению приводит к множеству проблем в моральном поведении. Ну, я, как, поняла, как-то проще, что, как бы, приятно, как бы, накопите, копите, приобретайте имущество приятно, но… Ну, смотри, хемдат, 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 это как таават. Хемдат – это же заповедь Аль-Тахмод. Аль-Тахмод – это же 10 заповедей. Это не… Это… Не пожелать там чего-то ближнего. Стремление, да, стремление чем-то обладать. Не пожелать там у ближнего своего, да. В общем, то есть стремление к имуществу, велико стремление к имуществу, но велики, как бы, всякие препятствия. Нет, насколько, настолько. Кмо – кэн. Кмо – это начало. Кем больше человек хочет обогащаться, тем больше перед ним будет препятствий. Ну, препятствий к чему? Ну, а, видимо, препятствий в моральном поведении. Это такая идея. Ну, понял. То есть он, тем больше у него будет, он будет совершать всяких нарушений, связанных, так сказать, с… Да, но при этом надо заметить, что вот слово хемдат, то, что здесь стоит, оно и в отрицательном смысле стоит, правильно? Ну, потому что хемдат – мамон. Ну, в принципе, слово хемдат – это, оно, может быть, и вполне положительное. Например, эрац хемдат. То есть земля… Это тоже рухово, да. Да-да-да-да-да. Или даже в современном игрите хамут. И, кстати, на арабском тоже есть что-то близкое к этому. Хамут – это симпатяга, приятный парень. Ага, хорошо. Или, например, цемет хемет. Цемет хемет – это ребята, которые, ну, вот, как бы, приятели. То есть это слово вполне может быть в позитивном смысле тоже. Но здесь, в том смысле, что это стремление к обогащению. Окей, дальше. Ва им ни ка, ни ка мэмену. И если, как бы, очищаться от вот этих вот мэмен… Ну, да, если от него очищаться, то есть от стремления к мамону. Вот это, как и прочесть лучше. Еда. Еда. Он будет знать. Будет знать, что и геа. Але мадряга вдова. Он узнает, что, как бы, достигнет, что достигнет, в большой, как бы, великой степени, что ли. Ну, да, я написал. И если он очистится от этого стремления, то сможет подняться на высокую ступень морального поведения. Ну, это, как бы, развернутая, но идея такая, что если он очистится, в смысле, избавится от этого стремления к мамону, или к возрастанию этого мамона, которое приводит к тому, что у него много этих микшолин, препятствий в его моральном поведении, а если он освободится от этого стремления, да, к мамону, тогда знай, что он достигнет, вот, высокой ступени. Окей? Ах, давка, леор, деврей, арамхаль, именно в свете слов рамхаля. Да. Аль шихихуто. Правильно. Шель и сур агезель. Да. И что, как чистота, получает чистота? Нет, 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 где ты виск чистоту? Аль шихианул. Нет, шихихуто, шихихуто, это будничность. Шахех, шахех, это вещь, которую человек забывает, потому что она... А, обыденность. Да, когда человек, это давар шахех, ему говорят, послушай, а что-то у вас там такое происходит вообще, все такой-то балаган туда ходят, сюда ходят, или почему у вас тут ракеты летают, он говорит, ну, за давар шахех, то есть, как бы, это совершенно нормальная дата. Я написал будничность, в смысле, что, хотя и слово, конечно, не будничность здесь, а именно, ну, просто по-русски как не перевести, понимаешь, но то слово лишкох, то есть, люди забывают, настолько часто это повторяется. Поняла. Аль шихихуто, шель иссура гезаль, валь, акоши, акоши лэ и шамер. Нет, ну, это просто лэ и шамер. Лэ и шамер, но это не фаль, как я понимаю. Да, не фаль, правильно. Так, значит, Рамхаль говорит, посугласно его словам, что обыденность вот этого запрета воровства и, как это получается, ну, куши, да какая-то сложность. Ну, вы перевели давкой. Именно в силу. А, в силу. Именно в силу. Ах, давка ле ор. Ну, именно в силу. А, да, даже не в силу. В свете, да, в свете слуха Рамхаля о чем? Обыденности вот этого запрета воровства. Нет, запрета воровства. Запрета воровства. Коши. Сложность, ну, куши это как сложность какая-то. Да, и сложность устраниться от него. Сложность остерегаться. От него, да. Устраниться, остеречься от него. Да. Махрифа. 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 От Мия. Мия, да. Удивительная, как это, острота получилась. Нет, растет, растет удивление. Растет, растет удивление. То есть, получается, что, как бы, с одной стороны, Хамас, который без их параши, это что-то жуткое. Из-за этого просто смели всю землю, правильно, затопили. А с другой стороны, по Рамхарю, получается, что она будничная вещь. И это вызывает у нас, как бы, наше удивление, а то, как бы, становится еще более круто. Ага, Махрифа. Махрифа, это тоже. Это на иврите современном, например, там, Баая Махрифа. То есть, это проблема усугубляется. А, вот, усугубляется. Усугубление. А, ну, вот я поняла, так перевелось. Удивление усугубляется, это не очень, но, в принципе, усугубляется. Хариф – это острый, жесткий. Усугубляется, вот, как правильно. Усугубляется удивление. Маниш-танадор-амабуль, меколь-адурот. Ну, это, как бы, парафраза на пасхальную. Да, пасхальную, да. Чем отличается поколение потопа от прочих поколений? Ну, опять тот же самый вопрос, да? Ну, если это у всех было, так а почему тогда именно его? Я думаю, что если мы станем углубляться, углубляться в вот этот вот пригодитель. Да, нет, если мы станем углубляться в тонкости запрета воровства. А, ну да, в детали и вот эти правила и детали. Да, да, да. В тонкости запрета воровства. Ну, какое же поколение сможет уберечься от него? Ну, да. То есть, если это настолько распространенная вещь, так почему, опять же, дорамабуль? В любом поколении это можно найти. Если мы будем так с тонкостями разбирать, как это Рамхаль разбирает, понятно, что это в каждом поколении есть. Почему же тогда именно дорамабуль? Ну, вот, как бы, сейчас мы находимся на стадии закручивания вопроса, чтобы потом начать его раскручивать. Аль-Кур-Хейну. Аль-Кур-Хейну. Аль-Кур-Хейну Алэйну, Ломэр. И мы вынуждены, получается, вынуждены сказать. Да. Это опять, он уже повторяет еще раз, чтобы не так, что из-за него... По его причине, Микзар Дино Шельдора Мабуль был вынесен приговор к поколению потопа. Да. Ино Гезель Хамур в... Брутали. Вот. Правильно. Гезель, он грабеж, он тяжелый и очень такой брутальный, то есть такой тоже грубый, грубый очень. Ну да, что вот этот Гезель, из-за которого было назначено вот это... Было наказание. ...вынесен приговор, это не просто Гезель, но это я добавляю просто Гезель, да? Тяжелый. А он тут какой-то другой Гезель. Это Гезель не просто выросло, а брутальный грабеж. Ше... Ихи... 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 Ну, и Ахамаска, что называется он? Ихи Нуй. А, Кену, Кену это как прозвище, да? Ну да, его название, да. Его прозвище назвали Хамасок, да. И Ело... Яэ, Яэ, но это тоже типа пасхальные годы, Яэ. Яэ это как бы точно подходит ему. Подходит ему, оно подходит ему. Яэло Бамиуха, который особенно ему подходит, вот это название ему. Ну, то есть вот этот брутальный, брутальный Гезель, брутальный грабеж. Который называется Хамас. И это ему очень даже не подходит, это название. Веках Ахэн... Метаргэм, да? Не-не, Метаргэм. Метаргэм. А, Метаргэм переводит. Веках Ахэн Метаргэм Аонкелос. Это Амела Хамас. А, сейчас скажу. Хатуфин. Похищение или какой-то, да. Ну да, тут тоже это как-то. Хатуф, похищение. Сейчас, когда я читал, когда я читал, сейчас, одну секунду. Когда я читал вот это, то у меня, в общем, как это, мурашки пошли. Потому что одна из главных, как бы, чудовищных забот нашего дня, это 225, по-моему, похищеников. Хатуфин, Хамас здесь написано, это Хатуфин. Это похищение. Ну, это кого-то, Ирин, кого-то вернули. Нет, я вчера... Что-что? Показывали в новостях, что кого-то вроде... Послушай, вернули двух женщин с американским гражданством, вернули двух пожилых женщин в 78 и 85. Ну, вот показывали. Если человек, то, что написано Хамас Хатуфин, Онкилос вообще-то написал. Так вообще, да. Ну, хорошо. Да, все ужасно, конечно. Ужасно. Ну, да. Так, Онкилос переводит, значит... Недельный раздел, это же этот недельный раздел был как раз. Я понимаю, да. Ну, да. Приводит этот самый Хамас как похищение Айну. Айну, то есть. Хтифа, то есть похищение Алима. Хатифа Алима. Грубое похищение, получается. Ну, да. Алима, это тоже очень распространено. Улай, Гаиш, Шелехиш. Да. Насильственное похищение Шелера-Хуш, то есть имущество. И Улай даже... Ну, как бы люди. Ну, как бы люди, человека. Нефс-человек. Так. Хатифат. Хатифат Банот. А, вот это вот. Хатифат Банот. Да, есть... Алидей Бнеяраким. Что похищали... Похищали... То есть какие-то там сыны каких-то там, не знаю, сильных? Ну, невесток эти, какие-то знатные люди похищали невесток. Человеческих, да. Да, невест прямо из-под Балдахима. Да, там, в общем, как-то все было непросто. Алея, я супар, песов Порошат Берешит. Как говорится об этом в конце Порошат Берешит. Вот, значит, цитата. Шестрая глава, второй стих, да. Да, шестрая. Ну, я посмотрела, да. В июн. В июн. А, в аен, я думаю. В аен. В июн, да. Ибнезра Шеронес Лаках. И намекает, Ибнезра намекает... Ну да, аен, в смысле, лаен, это изучи, посмотри. А, июн. Июн, да. Обрати внимание. Ну да. Внимание, как намекает на это Ибнезра. В ашове. В ашове. И сравни это с... И сравни это с... В хатафтем лахэм мивно ташило. Это вот из книги Шефтим. Это я посмотрела, цитаты. Да, 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 да. Мужчины с коленом Беньямина похищали себе, должны были... Да, 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 да. Это тоже парафразы в Танахе есть похожие, когда... История, когда нужно было там... Ну, правда, там, да, у них что-то не хватило женщин, они там похищали женщин. Так, Мецеют. Подожди-ка. Проа, да. Проа в элема. Зу. Как сказать, Мецеют. Реальность какая-то грубая, какая-то очень такая... Я написал, такая насильственная реальность. Реальность? А, паро, это тики. Мараф, паро, это тики запах. А, вот А, паре, а, паро, да. Лифроах, ну да. Грубая какая-то грубая реальность. Это... Меоререт, меоререт. 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 Это тоже слово очень распространено с Леарер, да. Что называется? Что-то я вот не... Леарер, я здесь написал, подрывает. Но вообще по-русски от слова ИРУР, это тоже в юриспруденции. Например, если суд какой-то инстанции, он вынес к Зардин, да, наказание, то у человека есть возможность ИРУРа. Как это называется? Апелляция. Апелляция, да. Но здесь понятно, что это не апелляция, а это в том смысле, что... Что такое апелляция? Апелляция, это когда подрывают предыдущие, правильно? Пытаются подорвать предыдущие. Поэтому я не знаю, как подрывает. Я тоже написала подрывает. Меоререт, эткиюм, ахевра, анашит. То есть подрывает как бы основы человеческого общества. Да, 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 да. Вот эта грубая реальность, которая подрывает основы человеческого общества. Как к деврейх асфорна. Ну да, да, как асфорна, да. Аль-абитуй, аль-абитуй, к выражению... Ва-яр... Ва-яре. Ва-яре. Ва-яре луким тарас ва-йне нишхэта. И посмотрел Всевышний на землю, и вот она, значит, испорченно развращалась. Ну да, извратилась, испорченно, да. Извратилась. Вот это интересно, да, то, что мы говорили про землю. То есть как бы, почему все-таки земля, почему не мор на людей, а почему смывание земли? То есть как бы земля, а это надо как-то объяснить. И как сфорна объясняет, что это меа-цма. От себя, получается, меа-цма? Ну как бы от себя, да. Извратилась сама, что значит сама. Безулат енош, помимо, как это, помимо, получается, енош. Я написал, то есть в отсутствии соответствующего наказания. Помимо енош. А, онеш, онеш наказание. Наказание. Хаину гамвело, онеш. Мелемало. Мелемало. И даже не наказание как бы свыше, получается. Да, ну, сейчас прочитаем и переведем, да. Потому что ты не можешь так сказать, да. Айта бедерых ашхата. Ашхата. Ашхата было как бы извращенным способом, что ли. Наказание было извращенным способом. Вы ашхетет дархам. 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 Прочитай до конца, а потом я тебе скажу, как я это перевел. Потому что здесь немножко такой сокращенный язык. Багилуя рают. Разврат, да. В обнажив... В разврат... А, Багилуя... Как в разврат. Багилуя рают и разврат. Разврат тоже, да. Ну, я знаю. Микулкелет. 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 Ну, тоже есть порча, какая-то порча. А толада... Толада это в смысле поколение. Я написал здесь свои пути. То есть это то, что одно проистекает из другого. То есть это не то, что вот только сейчас, а это вообще как бы имеет потенциал дальнейшего ухудшения всего. Я написал так. Извратилась сама. То есть в отсутствии соответствующего наказания она извращалась, когда они, люди, извращали свои пути развратом и грабежом. Из-за того, что люди, они извращали свои пути развратом и грабежом, которые имеют дальнейшие последствия, то это привошло к тому, что она сама стала извращаться. До конца я, честно говоря, не понял Сворна, но вот как-то что-то типа этого. Что-то я тоже... Ну, да, но это пытаются... Ну, это надо более дословно посмотреть Сворна. По-видимому, пытаются отбить... Почему все-таки это про Землю сказано? Про Землю, потому что она как бы сама стала развращаться, потому что она вся была переполнена. Ну, вот что-то типа этого, не знаю. Ну, хорошо, понятно. Веру Ахзу мы поражем отборим гам Арамбан. Ну, да, Арамбан более понятен, окей. В таком же духе толкует слова, эти слова так же и Рамбан. Так. Ахамас у Агезль в Ошек. Правильно. Ахамас – это грабеж и какой-то тоже насилие. Вот Ошек – это тоже часто встречаемые слова. Это насилие или какое-то насилие. В современном зрении, по-моему, я это не очень встречал, но это одно из слов, которое встречается. Ошек – это что-то типа Гезеля. Но это обкрадывание, воровство. Все на эту тему. Я написал воровство. Я написал хамас – воровство, грабеж. Так, вэрбутэйну амруше алаф михтам гзардинам. Гзардинам, да. И, значит, учителя наши сказали, что был на них приговор служа. Не-не, из-за него, из-за него. Из-за него был им вынесен приговор. Вэрбутэйн. Ну, пишет в клубе, видимо, хана-аппарат. И что это, по причине того, что это, как бы, ну, как, логичное, получается. Ну, рациональное написал. Рациональное, да. То есть этот запрет, как бы, ну, человек мог бы сам понять. Ну, да, это правило человеческого общежития. Да. То есть не было нужды в пророческом, как бы, предупреждении. Ну, да. Ну, да. Завтра рациональное, то есть... Особого какого-то откровения, чтобы понять. Да, для ее исполнения нет нужды в предупреждающих словах пророка. Ну, вот так вот, да. Шамаем. А, оно плохо для небес и плохо, как бы, для, ну, для... Брьет, в смысле, люди, сотворенных. Ну, для сотворенных существ. Ну, да. То есть, как бы, это понятно. Да, плохо оно и перед Богом, оно плохо и перед людьми. Ну, да. То есть, вся идея, вот то, что мы прочитали, вот этот параграф, сейчас будет закончательно вывод, резюме такой, что почему все-таки Хамас, если это... Если Хамас обычный гэзель, так почему из-за него такое было? Гэзель в каждом поколении нет. Игра объясняет, что Хамас – это нечто то, что разъедает всю ткань общества. Окей? И Рамбан говорит, что это рациональная заповедь. Почему? Потому что люди сами до этого, как бы, должны были дойти, и для этого не надо слов пророка. Окей. Понятно, да. Выход зод. Гамле лэхэр... Лахар. Лахар. Лахар шиитвадэйны. Ладэйны, я тоже думаю. Лэхомрот агэзэль. Хумрот агэзэль. Это смеху. Пол, как бы, при всем этом, или после этого, когда мы ознакомились с тяжестью... Ну, я бы сам осознали. Это от слова юдэя. Осознали, как бы, познакомились или увидели. Да. Осознали тяжесть вот этого гэзэля. Да. Эдэээн, каше лэйвин. Это все-таки нам тяжело понять. Да. Бэма хамур, хамур у. Мэ, мэ, аверут. Аверот. Аверот. Значит, в чем тяжесть, строгость этого самого... Чем он хуже? Чем он хуже? Посмотрел на все эти объяснения. Мэ, аверот, кэгон, гэлуй, ораёт. Чем хуже он? Чем хуже он? Вот этот вот, как разврат. Эвэ шлихуд дамин и кровопролитие. Шэ динам и арек, и арек, и арек, и арек, валь, и авор. Да, это известное выражение, это известный как бы принцип, что любая... Если у человека стоит перед дилеммой быть убитым, погибнуть, либо нарушить заповедь, то все заповеди. А, пусть быть убитым, и арек, и арек, и арек. Ну да, но есть три заповеди, про которые сказаны, и арек, и арек, и арек, и арек. Правильно? Да, три принципа, когда нельзя лучше быть убитым, но не преступить. Ну да, и вот две здесь они сказаны. Шлихуд дамин. Кролопролитие и разврат, да. Илуй араёт, правильно. То есть человеку говорят, эш и тыш, спи с чужой женой, либо мы тебя убьём, ну, должен убиваться. Либо, если говорят, убей этого для того, чтобы выжил. Не имею права. Ну и было поклонство. Да, и про этот ратай вступает в принцип, такой, по-мудический принцип, я арек валь я вор. То есть я арек, это не фаль, будет он убитым, вело я вор, и не преступить. То есть, закончать резюме такое, непонятно, при всём том, что нам объяснили, что это разъедает ткани общества, и пятое, и десятое. Всё это мы поняли. Но, тем не менее, остаётся вопрос. Есть гораздо более крутые преступления, нарушения, да. Например, гевороёт разврат. Например, швихудами кровопролитие. Правильно? Почему же всё-таки земля была, весь дором, обулем был смыт с земли, и ещё как-то это вообще сказано, что это вообще земля в этом участвовала. И это всё-таки из-за этого гезеля. Непонятно. Если было сказано швихудами, мы понимали, всё понятно. Каин, Абель, всё понятно. Убивали кровопролитие. Это одна из самых крутых, как бы, преступлений. И это вообще убиение, уничтожение образа Бога. Всё было бы гораздо более понятно. Но всё-таки, всё-таки, при всём том, что мы сказали про гезель, Хамас, непонятно, почему это было. Окей? Я... Давай тогда, может быть, на этом знаке вопроса, который поставил Ханан Парат, и мы тоже уставим. Давай на этом остановимся. Мы до половины прочитали. Замечательно. Ну да, да, конечно, правильно. Нормально? Ну нормально, конечно. Да, по-моему, отлично. Жалко, что мы... Да, будем надеяться, что те, которые сегодня не присутствовали, они посмотрят эту запись. Всем пока, счастливо. Сурот-то вот называется. Хороших, более лучших новостей. Пока. Всем счастливо. Пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Пока.